Три дня жители переулка Николая Гефта возле морского порта находятся в плену рухнувшего тополя. Массивное дерево обрушилось на крышу двухэтажного здания, разрушив при этом хозяйственные постройки. Куда только не обращались люди, везде один ответ – помочь ничем не можем. Под этим массивным тополем просто страшно проходить. Он не только проломил крышу рядом стоящего дома, разрушил соседний забор, но и напрочь разнес отдельно стоящую кухню. В момент падения на кухне готовили пищу. И только по счастливой случайности никто не пострадал. Три дня лежат эти дыри, это дерево у нас. И чуть не привалило, я в кухне была. Это вся кухня, рухнуло это дерево. Из-за блокирования выйти не могу. Вышла через ремонтный завод. Через порт. Хорошо, что выпустили. Посередине потолка у нас течет, вставили ведра, потому что сильный дождь был. Если еще пойдет дождь, то у нас вообще размоет. Люди уже обращались в различные службы и непосредственно в порт, на территории которого стоял тополь. Просили хотя бы подрезать массивные ветви. Но все их просьбы оставались без ответа. После того, как дерево все-таки рухнуло, местные жители тоже стали стучать в разные инстанции. Приезжали представители порта, переживали, что в них забор поломанный. Пофотографировали все происшествие. И на этом все закончилось. Никого, третий сутки, третий сутки никого здесь нету. Потолки текут, электрокабеля оборваны, без света. Это во дворе, где нету центрального отопления, где нету природного газа. То есть мы живем за счет, а у нас один источник энергии, это электрическая. Других источников энергии в нас не существует. Представители якобы созданного городского штаба по борьбе со стихией и ее последствиями этим людям тоже не помогли. Попробовать выяснить у руководителей города, кто является председателем штаба по устранению последствий урагана. Не нашелся такой. Кто компенсирует людям, потому что люди не живут третьи сутки в этом доме, потому что боятся обрушения. Никто не приехал сюда, ни члены комиссии, ни тот самый штаб. В общем, все как обычно. Усугубляет эту ситуацию еще и то, что на картах место происшествия найти не так уж и легко. На всякий случай подсказываем. Андросовский, он же армянский переулок. После железнодорожного переезда перед блокпостом налево. Люди очень ждут помощи. Анатолий Косин, Юрий Шинкаренко, телекомпания Круг.